Мы должны понимать прекрасно, вот власть получила сегодня возможность работать в режиме карантина. И тут правильно привел пример Святослав Песку на тех законах, которые есть и которые сегодня власть обязана выполнять. Но, к сожалению, что получается? Они не совсем понимают, что делать, принимают такие хаотичные решения и пытаются идти исключительно путем запретов. А вот еще здесь запретим, а здесь вот еще запретим. Но это не поможет сегодня ни бизнесу наладить, перепрофилироваться, наладить производство масок, наладить производство тестов. Это не создаст дополнительные сегодня условия для наших врачей. Это не обеспечит сегодня наши больницы. Это не введет сегодня государственный контроль за ценами. Поэтому нужно сейчас идти не путем, знаете, таких запретить все, что можем запретить, а путем умного карантина, путем умного, грамотного, секторального подхода. Вот на чем мы настаиваем. У нас есть сегмент здравоохранения. Мы должны мобилизовать сейчас все усилия, четко выявить потребность, четко логистику доставки, четко навести порядок на таможне. Мы должны мобилизовать сегодня весь социально ответственный бизнес, благотворительные международные организации, государственный режим, расписать сейчас алгоритм поставок и закрыть этот вопрос. Обеспечить наших медиков средствами защиты, необходимыми медикаментами. И люди успокоятся, и будут уверены, что у них в больнице, в районной, в городской, в поселковом ФАПе, что у них есть необходимые сегодня средства для лечения и все инструменты безопасности. Ведь сегодня же массово увольняется медицинский персонал. И не потому, что наши врачи плохие, а потому, что у них просто нет элементарных средств защиты, нет понимания, что будет завтра. Поэтому этот вопрос сейчас нужно быстро решить. Для этого чрезвычайное положение не нужно. Для этого нужно сегодня чуть включить мозги власти, либо послушать хотя бы оппозицию. И мы им четко объясним, как это наладить. Второй пункт сегодня – проблема поддержки нашей экономики. Мы прекрасно все понимаем. Вот последние данные на 23 марта. Не до поступления в бюджет на 23 марта составляет 30. Так, Наталія Королевська. Чи есть с нами на связи? Наталія Юрьевна, вы можете сейчас сказать, пожалуйста, где ущемляли кого-то на так далее, потому что что-то не совпадает с теми законопроектами, которые нам приняли? В новых реалях перемагает тот, у кого лучше интернет. Так, Наталя Королевська, чуя нас сейчас или нет? Сейчас чую. Так, продолжите, пожалуйста, вы просто уникли куда-то. Наталья Юрьевна, можно вопрос? Владимир, я прошу вопрос. По первому блоку, который вы сказали, с чем мы ущемили? Тем, что освободили от уплаты налогов, освободили от уплаты ПЕНИ, бизнеса, освободили от НДС. Все, что завозится на сегодняшний день, медицинское оборудование. Позволили, наоборот, либерализовали все отношения, которые касаются индустрии сейчас медицинской. То есть, с чем мы ущемили? Что вы имеете в виду? Можете конкретику какую-то сказать? Потому что, давайте все-таки будем честны. Вы тоже входили в рабочую группу, которая нарабатывала данный законопроект. И вы сказали, что, я могу примерно так вспомнить ваши слова, вы сказали, что очень хорошие законопроекты были наработаны. И это действительно консенсус всех депутатских фракций. Сейчас вы продолжаете в эфире критиковать, говорить о том, что все ущемили, все плохо. Но вы же сами входили в рабочую группу. Я, например, от них ходил, а вы входили от депутатской вашей фракции. Да, да. Меня слышно? Так, мы вас чуем. Александр, я так догадываюсь, что я с вами, наверное, говорю. Вопрос в том, что, как первый шаг, который был принят неделю назад, по необходимым мерам экономического и социального стимулирования, этот шаг был нормальный. Но что должны мы были сделать дальше? За первым шагом должны следовать последующие меры. И если вы освободили от налога на... Вы должны стать компенсацией местным бюджетом в следующем решении. И поддержать сегодня нашу власть, которая сейчас в большинстве случаев взяла вообще на себя ответственность. И выделили сейчас все ресурсы. И сейчас закупают оборудование, снабжают больницы вместе с местным бизнесом, вместе с местными благотворительными организациями, общественными деятелями. А что вы сделали? Вы ресурсы сейчас забрали и льготы раздали за счет местных бюджетов. Да, мы это поддержали. Но нужно сделать следующий шаг. Поддержать сегодня и дать компенсатор. Это первое. Второе. Мы говорим о том, что нужно свести воедино всю систему поставок сейчас и обеспечить тем вот неснижаемым минимумом средствами защиты, медикаментами, необходимым оборудованием больницы по всей вертикали, начиная от районной, городской больницы, ПАПов, заканчивая Киевским. И на это нужно сейчас мобилизовать все усилия. Для этого вам точно не нужно чрезвычайное положение. Вот вы можете в этом быть абсолютно уверены. А вот можно, Наташ, можно один вопрос господину Качуре? Александр, вы меня слышите? Потому что я вас не вижу. Можно один вопрос? Спасибо.